Компания Google уложилась в дедлайн и 4 октября провела одну из главных презентаций года. Давайте же посмотрим, что интересного на ней показали. Первым словом взял генеральный директор компании Сундар Пичай. Он обозначил основной мотив мероприятия, который звучит как слияние искусственного интеллекта и разных фирменных устройств. Эти слова еще не раз будут повторяться, прямо как мантра. Далее аудитории рассказали, как далеко продвинулась их система машинного обучения всего за 4 месяца с момента презентации на Google I.O. И что она уже вовсю улучшает все, что только можно. Анализирует фото, дополняет карты, совершенствует распознавание речи и так далее. В общем, здравствуй, Скайнет. Не забыли похвастать и приобретением HTC. Теперь у нас более 2000 инженеров, так что в пару к хорошему софту появится и отличное железо. И все это мы объединим с целью стать первыми. В подтверждении сказанного нам представляют первую новинку – Google Home Mini. И в небольшом зале раздаются аплодисменты. Как понятно из названия, это уменьшенная версия представленного год назад голосового помощника. И если большому брату место где-нибудь в гостиной, то этих малышей предлагают располагать в каждой комнате. Колонка может управлять тысячей устройств одновременно и всячески помогать владельцу. Проснулись, сказали доброе утро и Home Mini уже перечисляет дела на сегодня из календаря, включает утренний плейлист и кофеварку на кухне. Из интересного – новая система распознавания речи. Например, есть у меня друг Саша, а у жены подруга с таким же именем. И кто-то из нас решил позвонить товарищу. Ассистент распознает тембр голоса, понимает, кто говорит и без лишних вопросов набирает сразу нужный контакт. Колонка появится в трех цветах по цене всего 49 долларов. В зале снова аплодисменты. Далее речь заходит об обновлении системы Nest, которая теперь включает семь компонентов умного дома. Датчики, камеры, хромкаст, пульт и прочее. Получается целая экосистема, которая незаметно взаимодействует между собой, конечно же, не без помощи машинного обучения. Звонит кто-то в дверь, камера сразу отправляет картинку на телевизор. Искусственный интеллект распознает гостя, а голосовой помощник озвучивает, кто пришел. Еще один сценарий – пользователь говорит какую-нибудь фразу типа «Окей, Google, спокойной ночи». Ассистент тут же запускает соответствующую программу. Приятным голосом сообщает, что завел будильник на 7 утра, выключает везде свет, а также активирует охранную сигнализацию и камеры. Система будет отлично распознавать также и детские голоса. Над этим тоже поработали и даже организовали партнерство с Дисней. Теперь ассистент не просто помогает по дому, а и легко отвлекает детей от компьютера. Рассказывает истории, помогает в обучении, дает полезные советы. Умный дом эволюционировал. Очередным пополнением в семье корпорации Добра стала новая музыкальная колонка Home Max. Это самая большая акустика компании. Опять же, комбинация искусственного интеллекта и крутого железа. Она в 20 раз мощнее Google Home и оснащена функцией Smart Sound. С помощью датчиков устройство понимает, в каких условиях находится и меняет параметры и направленность звука. Поставили ее в угол, она тут же перенаправила звуковой поток в основную часть комнаты. Попросили утром включить музыку. Колонка понимает, что еще рано и сама выбирает небольшой уровень громкости. Начинаете мыть посуду? Микрофоны это улавливают и дают сигнал искусственному интеллекту сделать погромче. Стоится ей чудо немало, порядка 400 долларов. К тому же, как и все вышеописанное, будет доступно в ограниченном списке стран. Но будем надеяться, что и к нам когда-нибудь доберется. Следующей новинкой стал Chromebook с названием Pixelbook. Это первый ноут со встроенным Google Ассистентом. Дизайн крышки продолжает традиции первых пикселей. Так что фирменная стеклянная вставка есть и тут. Корпус получился очень компактный. Толщина 1 см, вес 1 кг. При этом ноутбук легко трансформируется для разных сценариев использования. Будь то чтение книг или просмотр фильма в режиме планшета. Характеристики вполне достойные. Сенсорный Quad HD дисплей с диагональю 12,3 дюйма и плотностью пикселей 235 ppi. Процессор Core i5 или i7 для 16 ГБ оперативки и до 512 ГБ SSD. С автономностью тоже порядок. Обещают до 10 часов работы. Есть поддержка быстрой зарядки. 15 минут у розетки восстанавливают батарею для 2 часов жизни. Также анонсировали интересную фишку, касающуюся Wi-Fi. Когда Chromebook теряет сигнал, он может автоматически коннектиться к пикселю, создавать на нем точку доступа и восстанавливать соединение с его помощью. Вместе с Chromebook в продаже появится и Pixel Pen – новое цифровое перо. Помимо прочего, оно поможет раскрыть функционал искусственного интеллекта. Обводите фото, система его распознает и предлагает массу вариантов взаимодействия. То же самое с непонятным словом или какой-нибудь формулой, например. Рисование тоже никто не запрещает. Перо распознает более 2000 степеней нажатия и работает с задержкой 10 мс. Цена на ноутбук стартует с 1000 долларов, а стилус продается за сотню. На экваторе ивента, когда все уже заждались, спикеры представляют главные новинки – смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL. Новый дизайн не завезли. Сзади снова алюминий и стеклянная вставка, так что фирменный стиль продолжается. Правда, старшая модель обзавелась 6-дюймовым безрамочным PioLED дисплеем. Рамки, скажем честно, не рекордные, но все же. Соотношение сторон 18 к 9, разрешение 2880 на 1440. В свою очередь у младшего пикселя 5-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD. Цветов немного – 2 и 3 соответственно. Оба смартфона защищены по стандарту IP67, поддерживают Always-On-Display и, по заявлению, компании обладают самыми быстрыми сканерами отпечатков на рынке. Аппаратная начинка идентична, отличаются только дисплеи и емкость аккумулятора. Детальной информации не дали, но и так известно, что внутри 835-й дракон и 4 ГБ оперативки. Из недостатков аппараты потеряли 3,5-мм джек, так что теперь только USB-C. Показали и несколько программных фишек, таких как дополненная реальность и Google Lens. Последняя функция помогает распознавать любые изображения и выдает массу полезной информации. Например, можно вмиг узнать все о местной достопримечательности или банально списать имейл с объявления. Конечно, все так или иначе доберется и до других Android-смартфонов. Так что ведущие перешли к главному – 12-мегапиксельной камере. Она хоть и одна, но все же стала гвоздем программы. Сначала компания похвасталась, что ее прошлогодний модуль был признан лучшим по версии издания DXOMark с результатом 89 баллов. Ну а новый получил 98 баллов и превзошел камеры iPhone 8 Plus, а также Galaxy Note 8. Итак, что нового? Во-первых, к мощной цифровой стабилизации добавилась оптическая. Вместе они выдают невероятно плавную картинку. Во-вторых, модуль получил более цветосильную оптику. По предварительным данным f1.8. Точное значение на презентации не назвали. Также добавили режим Motion Photo, в котором сохраняется 3 секунды происходящего и улучшили режим HDR+. И, наконец, новый портретный режим. Google заявляет, что они научились отлично измерять глубину резкости без второй камеры. На сложных примерах задний план размывается правильно и без всяких косяков. При этом функция работает как для основной камеры, так и для 8-мегапиксельной фронталки. По стоимости не все так радужно. Младший пиксель доступен за 649 долларов, а старший за 849. Посмотрим, удастся ли им соперничать с именитыми флагманами конкурентов. После главного анонса презентация не закончилась, и публики показали обновленную платформу виртуальной реальности Daydream. Поработали над новыми цветами гарнитуры, добавили контента и расширили угол обзора. Стоимость 99 долларов. Следом представили беспроводные наушники Pixel Pad за 169 долларов. Поставляются они вместе с кейсом, он же PowerBank. Вместе с ним уши работают до 24 часов. Новинка может озвучивать уведомления и вместе со смартфоном переводит до 40 языков в режиме реального времени. Крутая функция, работают быстро. В завершении показали последний козырь из рукава. Компактную камеру Google Clips стоимостью 249 долларов. Снова искусственный интеллект и все в этом духе. Характеристики не озвучили, но показали, как камера сама мониторит окружение и запускается, когда происходит что-то интересное. Создавая таким образом хайлайты жизни пользователя. На этом все. Вот так выглядит новое семейство устройств Google. Пишите, что вам понравилось больше всего и оправдал ли ожидания второй пиксель. Также не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Продолжение следует...